Гнуть гвозди, рвать грелки, ломать то, что на первый взгляд вообще не сломать. Все это могут они, русские медведи, и более того, они в Благовещенске. На простые вопросы отвечает продюсер экстремально силового шоу «Русские медведи» Рауф Галямов. Привет. Здравствуйте, Рауф. Здравствуй, дорогой. Сразу просьба. Рауф, пожалуйста, очень прошу, сломайте что-нибудь, погните что-нибудь сейчас вот прям в студии нам, пожалуйста. Прямо из коробляного плана. Да, прям надо вот прям согнуть, порвать. Ну, что ж, испытание за испытанием. Ну, у меня в руках сейчас находится сковородочка толщиной 3 миллиметра, алюминиевая. Любимая сковорода. Да. Ну что ж, барабанный дробь. Потерли. Так, у вас так, сценочка такая небольшая, но что-нибудь здесь я... Русские медведи. Какой-нибудь, да. Русские медведи на альфа-канале. Да, у нас такая музыка забойная, так что вы можете сегодня это увидеть. Приготовились и поехал. Я хотел комментировать, но комментировать даже не знаю, что говорить. Немножечко вот так. Вот. С той стороны начинаем. Вот так вот начинается день. Да, зарядочка хорошая. Так что, дорогие телезрители, если вы сейчас видите, повторяйте за мной. У вас будут сильные руки. Можно делать шаурму. Я должен был комментировать, то, что здесь происходит. И комментировать не могу. Можно я его подержу в руках? Ну, на сковородку точно это не похоже. Да. Еще что? Что еще? Ну, и, знаете, у меня в руках... Я сейчас сам хочу попробовать. Я первый хочу попробовать. Да, полторы тысячи страниц. Я попробую это порвать, да? Порвать как? Вот так. Как хотите, как вам удобно, если получится. Да, да, да. У меня это точно не получится. А покричите, может быть? Я больше болтать, чем рвать. Нужно кричать. Короче, все. Все, передаю в руки профессионалу. Да. Знаете, работа и зарплата, да? Работа нас устраивает, но почему-то... Живем зарплату. Да, не устраивает зарплата. Поэтому я буду отделять работу от зарплаты. Приготовились. Итак, впервые в студии телекомпания «Альфа-канал». Неудобное здесь место у вас такое. Русский медведь рвет зарплату и работаем. Пошло. А вам слабо? Думаю, что да. Мне точно да. Рауф, сразу вопрос. Как давно вы начали заниматься этим? Вы знаете, если честно сказать, что... Во-первых, это не моя работа. Моя работа – это поднимать, развивать, раскручивать, выделять тех людей, которых мало, о них освещает... Ну, продюсер, понятно. Ну, вот это сделал продюсер. Ну, не каждый же продюсер может. Вы знаете, с кем поведешь, что-то он и берешь. Вот повелся с ними, да? И вот, получается, вот потихонечку и гвозди гнешь, и сковородки в рвом закручиваешь. Но вы же не всю же жизнь так могли? Конечно, конечно, согласен, да. Как давно вы стали рвать? Ну, уже год. Год. Год? Да, потому что я до «Русских медведей» работал с другими командами, которые тоже помогал, раскручивал, передвигал. И довольно-таки успешно у них сейчас все идет. Вот это сможет каждый? Да, каждый, если он будет тренироваться, если он займется собой. Вот я сейчас не могу. Ну, будем считать, что я среднестатистический россиянин. Сколько мне нужно потратить времени на это, чтобы вот так вот все... Ну, опять же, все зависит от генетики, все зависит от... Среднестатистической. Ну... Среднестатистическая генетика. А, я вижу, да, вы этот... Я думаю, что, если упорно, хорошо, я думаю, полгода. Среднестатистический? Год, да, да, да. Обалдеть. Вот. Если вы сделаете то, что вам скажут, как надо правильно все подходить. А что нужно для того, чтобы вот так смотреть? Заниматься, тренироваться. Конкретно делать упражнения на части мышц. Статистические, динамические движения. В вашей команде есть огромные, раскачанные ребята. Раскачанные. Ну, не будем говорить про бодибилдинг, да, но огромные. Я просто смотрел видео, там просто монстры. Отношение Рауфа, ваше отношение к допингу? Категорически. У вас вообще, да? Категорически, потому что люди многие умирают, погибают. И большие последствия, и это опасно, это запрещено. И мы к этому даже не притрагиваемся. И у нас есть специальная компания, которая нас снабжает спортивным питанием, чисто экологическим. И это шоколад, там, ну, эти такие вот, которые это не вредно для здоровья, которые употребляет каждый спортсмен. То есть, все, что могут русские медведи, это все естественно. Это все естественно. Даже хотите, если приедут медицины, пускай у нас кровь, анализы. Я вообще не ставлю ваши слова под сомнение. Вот еще вопрос. Можно ли сказать, что вы, ну, в частности, вы и вот ваша команда, ребята из вашей команды, вы периодически, а может быть, постоянно насилуете свой организм? Ну, конечно же, надо ее. Это же сверху. Немножко, да, потому что невозможно, вот качаешься, качаешься, и нужно какой-то дойти до грани, да, и почувствовать, что вот здесь уже тяжело. А вот в этом-то и есть кайф. Вот в этом-то надо чуть-чуть, еще на 2-3 раза сделать больше. Вот в этом, когда ты уже в напряжении, вот в этом напряжении надо еще 2-3 раза сделать. Вот тогда какой-то результат приходит. Ну, это вот если медицинским языком говорить, да, есть физическое развитие, есть афизическое развитие. Вы говорите о здоровом образе жизни. Можно ли сказать, что ваш образ жизни – здоровый образ жизни? Да, потому что кроме вот этих тренажеров, во-первых, В первую очередь это должно быть духовное, душевное. Мы сейчас говорим про правильный образ жизни, про здоровый образ жизни в физическом плане. В физическом вы же сверхвозможны, вы себя переламываете, насилуете свой организм. Вот я, например, вот так сделаю, у меня вообще все руки будут, просто синие. Для того, чтобы они не были синими, их нужно несколько раз делать синими. Тренировать, да. Чтобы они дошли до такого-то уровня, почувствовали тяжесть. И в этой тяжести, вот до этого уровня, надо постоянно пребывать. И немножко пойти еще на 2-3 ступени больше. То есть, немножко как бы взять еще больше нагрузки, чтобы пальцы ощущали. И эти фаланги мышц, они были употреблены. Вот есть среднестатистические люди, они не могут делать то, что делаете вы. Ну, вот лично мое мнение, ну это мое мнение, ну я это утверждаю я. Это не здоровый образ жизни. Потому что здоровый образ жизни, он должен, ну все должно быть гармонично развиваться. Но в вашем случае нельзя говорить о гармоничном развитии, потому что вы перешагиваете через ту грань, которая является для нормального человека, ну, возможным. Вы делаете невозможное. Вот что для вас, для человека, который эту грань уже перешагнул, что для вас здоровый образ жизни? Ну, я думаю, что это и есть здоровый образ жизни. Потому что, знаете, есть человек, который не может убить кузнечика, да, да, вот кто-то. Кто-то не может что-то это. Для него это, если ты убил кузнечика или муравей, а нечаянно раздавил, все, ты не в гармонии живешь. Вот такие категории людей. Вот как понимание гармонии, там, да. Например, допустим, вот есть люди, там, Брюс Ли, там, да, которые показали сверхспособность, да. И они думали, что вот там другие спортсмены до Брюса, что вот, это уровень. Нет. Есть человек, который прошел такой этап жизни тренировки, да, и показал, смотрите, скорость удара. И никакая камера не может засечь. А что ты для этого делаешь? Вот это, вот это, вот это. Питание, настрой, психологический, туда-сюда, упражнения. И люди доходят до этого, и есть агитация, пропаганда этого вида спорта. Смотрите, сколько молодежи пошло. А Арнольд Шасснеггер, сколько было до него, а когда Арнольд... Смотрите, мы что-то предразумеваем здоровый образ жизни. Ну, во-первых, мы всегда внесем, что, ну, в первую очередь, это семейные ценности, отношения. Потому что образ жизни нашей, она соответствует всему тому, что, как мы живем. Наши дети, воспитание, психология, да, хобби, мечта. Потом, что ты, одеваешься, как ты заботишься, как ты питаешься, да, как ты общаешься, этика, культура, что ты слушаешь, какую песню, да, чем ты занимаешься. Снова перебиваю, сразу вопрос, вот как можно через разрушение, да, ну, там, гнуть, рвать, гнуть, привить, семейные, семейные, как можно. Ну, нет, хотя, смотрите, а есть еще, это чисто, когда я хожу на тренировку, да, поддерживаю форму. Но есть еще вещи, вот, например, допустим, это когда человек может продемонстрировать эту силу. Но на чем мы можем продемонстрировать эту силу? Я же не буду дома ломать, стены рушить, да, проливать их насквозь там, да, но это же... Но есть вещи, которые я могу показать просто чисто на гвоздях, могу показать на больших толстых болтах, там, да, глухарях. Есть сковородочки, да, которые не вредят обществу, не здоровью никому. А просто показать, смотрите, сковородочка, да, согнить ее, нет, а вот я могу, раз, согнул. Слушай, а как ты до этого доходишь, откуда такие силы? Ну, и начинаешь человеку объяснять, и он начинает с тобой общаться. Не просто так, дай мне силы, я хочу так накачаться и крутить сковородки, и все. И все, что ли, ты превращаешься вот таким вот, непонятным, ну, таким вот, человек, который и морально, и психологически, и духовно все теряет. Только кроме, когда тебе сил есть, ума не надо. Рауф, в заключении, для тех парней, которые в городе Благовещенске вас увидят, или, может быть, смотрели какие-нибудь видео в интернете, вот, ну, видео русских медведей, как стать такими сильными, вот буквально, несколько таких лаконичных фраз? Я думаю так, не буду многословным, потому что все равно это надо много сказать. Ребята, вы заходите на наш сайт, на наши соцгруппы, и там есть у нас инструктора, есть у нас силачи, которые ответят на все любые вопросы. Рауф, вы очень интересный собеседник, пожму вам руку, если до программы, я сомневался идти на шоу. Вы уж извините, что я вас немножко, да. Сейчас я пойду, я вот, чтобы вот это вот творить, спасибо огромное. Друзья, вам огромное спасибо за внимание, смотрите Альфа-канал, и все будет хорошо, уж вы, уж вы нам поверьте. С Богом, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!